Мы беседуем с Юрием Духничем, главным редактором портала Smart Education. Юрий, вот вы приехали к нам в гости с Украины. Два дня побывали на выставке, выставка как отражение рынка Еленинга. Скажите, какие у вас, что сейчас на душе, что чувствуете, какие впечатления? Ну, наверное, простые два вывода на самом деле. То есть первый момент, Еленинг на стыке 2010-2011 года уже перестал быть универсальным, стандартным, типичным понятием. В каждой компании это свое. То есть это своя структура, своя конфигурация, свои цели, задачи, свои способы реализации. Если мы говорим о рынке решений, которые представляются, здесь он стал настолько многообразным, появилось настолько много возможностей, что, опять же говорю, сложно их всех вместить теперь в одно простое понятие, еленинг или дистанционное обучение. Соответственно, это, по-моему, сподвигло как бы новую тенденцию на рынке. Теперь существует актуальная потребность в том, чтобы каждая компания четко понимала сначала процесс обучения, как он должен выглядеть в дистанционном формате. Только после этого его авторитизировало, подбирало соответствующие решения и так далее. То есть на сегодняшний день понятие еленинга без понятия процессов, внутренних процессов принципиально уже невозможны. Это первый вывод, наверное. Второй вывод, который можно сделать, в том, что есть актуальная потребность в дискуссии, но пока об этом еще говорится очень мало. Я на конференции слышал только, пожалуй, два упоминания этого момента. Но это то, с чего современный леонг просто уже не может жить. Это культура обучения. То есть корпоративная культура обучения – это те внутренние стандарты установки, подходы, практики, мотивация, которые должны быть так же управляемы, как и непосредственно технические решения, которые принадлежат компании. Но думаю, что об этом будет говориться уже как раз до конца этого года. И весь 2012 год это будет актуальная тема. В чем-то очень много. Юрий, спасибо. Было очень приятно услышать. Я бы сказал, очень содержательная и наполненная смыслами речь. Выспытал, даже сейчас уже, могу сказать, без всякого осмысления смогу. Мне было очень приятно слушать. Испытываю такое внутреннее, знаете, чувство удовлетворения. Не мог не высказать. Спасибо. Приходите еще звонить. Хорошо.